Добрый день, уважаемые трейдеры инвесторы. Сегодня 14 августа, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании Instaforex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, у нас новая торговая неделя, есть торговая идея по биткоину. Напоминаю, что на этой неделе сегодня особых новостей нет, завтра ВВП по иене, базовый индекс в вечернее время, ставка по новозеландцу в среду будет. ФОМКИ, ФОМКИ, но это протоколы выйдут в среду. Ну и собственно индексы, число первичных заявок на получение пособий тоже важно будет в четверг. В принципе обычный список новостей, давайте посмотрим, что можно поторговать на этой неделе. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек, друзья мои, золота, которые перестали падать. Я, в принципе, уже давно ожидаю, как минимум, коррекционное завершение вот этой всей шартовой вакханалии, которая идет с 27 июля. И еще поводы подзакупиться. И они потихонечку начинают появляться, друзья мои. По золоту сегодня на Азии произошел такой сломчик, его пока держат. Дело в том, что по золоту вот здесь по четвергу и по пятнице, а по пятнице аж два раза, были оставлены кем-то очень жесткие такие лимитнички, которые не пустили золотые котировочки наверх. Что-то мне подсказывает, что это ловушечка, которая должна бахнуть через верх. Вот так. Может это будет, конечно, ложняка, мы дальше будем падать, а может быть это будет уже разворот. Может это все находится, хрен знает где внизу. Поэтому будьте осторожны в продажах золота в текущих ценничках. Ну и в принципе анализ того, что, к примеру, на инфляции, на инфляции вся волонтильность была шортовая. И мы по большому счету по окончанию дня толком ничего не пробили. То есть обновили день от открытия на несколько пунктов, вернулись назад. На следующий день тоже небольшой пробойчик назад. Сегодня опять небольшой пробойчик назад. И это все очень странно, друзья мои. То есть рынок уже третий день по большому счету торгуется в одной и той же, в одном и том же диапазоне. И может так получиться, что те, кто стоит в шортах, вот в этих, они, видя эту ситуацию, могут просто выйти из шортов. И на этих фиксах шортов рынок может отскочить. Вполне такое может произойти, потому что нет движения. Вроде как бы золото падает, а хода нет. То есть вся волатильность, она такая волнообразная, а по лоям мы толком ничего не пробиваем. Каждый день не закрывается ниже предыдущего. То есть коррекциями все выносит назад. Поэтому я бы присмотрелся к лонгам. Особенно вот меня интересует котировка 19.21. Что касается пар евро-доллар. Еврик завершил свою большую трехволновую структуру. Вот я говорил про нее после инфляции. Зайти, правда, в продажи не получилось. Хотя был повод. Я ждал, конечно, теста слома приор для продаж. Но дело в том, что вот здесь новости вышли сильные по баксу. И он прям резко начал укрепляться. И закрыл вот эту большую трехволновую структуру, обновив вот август. Но прям сегодня был аккуратненький пробой. Меня поражает техничность пары евро-доллар. Идеальный просто инструмент для технически подразвитых трейдеров. Сейчас еврик стоит на лонговом сломе. Я не удивлюсь, что он уйдет как минимум в какую-то коррекцию. Ну и максимум обновить тихо текущего дня. Для каких-то сумасшедших лонгов целей особо нет. Потому что верхнюю площадку забрали. По нижней уже сегодня обновили минимум 8 августа. И пока рынок во флете. Я думаю, что должна пройти лонговая коррекция здесь. Но на большее количество пунктов я пока ценнички не вижу. Доллар-канадец тоже приостановился в своем лонговом паровозе. Здесь пока тоже особо нет никаких целей. Кроме вот этой двойной вершины. Но с текущих до нее неправильно лонговать. Дождемся каких-нибудь лучших цен. Фунтик. Фунтик в своем репертуаре оставил площадочку и откатил. То есть еврик при прочих равных условиях сделал пробой и вернулся. А фунтик не сделал пробой и стоит флетит. Пока целей по этому инструменту нет. Они очень похожи с евро. Мы брали движение вверх. Тоже прошла своя трешка вниз. Она была менее волатильная. То есть фунтик дал импульс. Откатил. Чуть-чуть не дожал полтосика. И упал в свою трешку. Так и не обновив основание этой волны. Доллар-иена. Доллар-иена сегодня героически переписала июльский экстремум. Вот он. И прям с хаев видно, что кому-то в банке Японии это не очень понравилось. Мощнейшая шартовая инициатива прошла прямо на азиатской сессии. Выше котировки 145. Которая была у нас раньше вершины июня месяца. Вообще было бы здорово, здорово, чтобы инструмент отсюда пошел в коррекцию либо развернулся. Но пока мы видим опять лонговый тренд и слом шартовой структуры уже произошел. То есть был импульс. Пытались падать, но опять развернулись. Что касается австралийского доллара. Австралийский доллар я пока держу. Я пока держу, потому что я внимательно смотрел, как проходил пробой. Меня очень манят вот эти котировки. Вот. По 69. И я до сих пор верю, что мы сюда можем войти. Моя вера стоит мне довольно дорого. Я два раза пытался покупать инструмент. Он не идет. Я чувствую это последний шанс, когда я в принципе торгую что-то кроме еврика. Не удержал он не этот слом. Не удержал он не этот слом. То есть этот слом был... Я в сюжете уже много не ставил, потому что было понятно, что какой-то жесткой реакции нет. Все болталось. Особенно после вот этого перехая. Я писал в чате, что я сократил позицию. В принципе. Поэтому я и остался, потому что она небольшая. И я немножко подкинул лонговый дровишек слоев. Я верю вот в это движение. Оно, конечно, может не произойти. Но если оно произойдет, то при стопе порядка там 200 пунктов можно выгрести в 25 раз больше, друзья мои. Вот это меня манит и не дает спать тревожными трейдерскими ночами. Понятно, что это не сломная техника. Мы уже здесь играем в какой-то ложный пробой. Но смотря многие инструменты, я вижу, что все-таки какая-то фаза еще ослабления бакса еще может пройти. И этот тренд может поломаться. Доллар-франк пока не растет, не падает. Стоит во флете. Начиная с этого инструмента и дальше рассматриваем исключительно сеточный метод торговли. На дневках доллар-франк просто замерз. Просто замерз. Обратите внимание, что творится на дневках. Какой-то просто дитий ежик. Но вот этот пин-бар все-таки говорит о том, что еще мы можем по хаям пройтись. Канадец-франк неистово давит на лая текущего года. Подбираюсь к ним уже четвертый раз. Большую вероятность, что это будет пробой. И мы увидим здесь прострел. Если вы хотите поработать против укрепления франка, можете набрать инструмент дружной сеткой лимитных покупок. Шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Канадец-иену будем набирать только выше текущего и прошлого года. Шагом не менее 1000 пунктов по пятому знаку. Франк-иена тоже начинает мерзнуть на хаях, создавая площадки для покупателей, которых могут большим огоньком вынести. Инструмент сильно перетянут. Я надеюсь, все-таки он пойдет в коррекцию и разгрузит наши шортовые сети. Австралиец-канадец, друзья мои, улетает в бездну и под бездной, а именно ниже 85-986. Можно аккуратненько присматриваться к лангам. Набирает этот инструмент дружной сеткой лимитных покупок. Так, что касается новозеландца-канадца, тоже валит, но набирать его только ниже 2022 года. Если мы говорим про сети. Новозеландец-франк можно набирать по текущим ценам. Ждем возврата к этому зеркальному уровню. Либо вы, если вы амбициозный тридуненок, то к этому зеркальному уровню. Шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Новозеландец, австралиец-новозеландец, им вообще все пофиг. Здесь нет ни евро, ни доллара, ни фунта, ничего, кроме двух островных государств, валют государств, которые очень близко друг к другу по духу, скажем так. И эта близость позволяет сеточным трейдерам здесь рубить очень хорошие денежки. Обратите внимание на этот великолепный кроссовый инструмент, по которому нету начисления свопов по моей партнерской программе с ИнстаФорекс. Есть подробности в телеграм-чате, который находится в описании под этим видео. Так, что касается нефти. Нефть тоже замерзла на хаях, после пробоя зашла в зону флэта. Ничего пока любопытного не дает. Нам хотелось мне ее продать, конечно, вот здесь на сломе, но мне не дали хороших ценничков. Я хотел вот так вот увидеть, но не дали, не дали. Очень классный был тест в этой зоне, но мы его забрали, если вы помните. Газик, газик немножко подздулся. Я жду трех с полтиной, надеюсь, к зиме произойдет. Биткоин очень качественно отработал площадку. Очень-очень качественно. Об этой площадке я говорил некоторое время назад. Покупайте и выход должен быть, ну, хотя бы по тридцаточке. По тридцаточке. Кто зацепился лимитником, те могут находиться в плюсе. План на повышение вот такой. То есть волна А, вот здесь импульс, откат, удар в площадку и трешка, я надеюсь, закроется. Доллар-рубль, привет, 101. Привет, 101, гэпом открылись. Эльвира Набиулина спит. Шортить не собирается. Где у нас слом? Первый слом прошли. Впереди второй слом. Надеюсь, да, я уже не знаю, на что надеяться. Не держит сломы доллар-рубль никому. Никому не выгодно сливать баксы в народные биомассы, друзья мои. И мы видим соточку. Но я думаю, народный гнев даст о себе знать. И в Центробанке все-таки пошевелят своими баксовыми запасами. И загонят хотя бы под соточку этот курс. Потому что он очень многим ни хрена не выгоден. Так, ну я имею ввиду из обычных людишек. Так, что касается американских фондовых индексов, друзья мои. NASDAQ, который я смотрю внимательно, технически неплохо отбивается пока от зоны своего слома 2021 года. Это очень здорово. Ничего здесь пока новенького я не вижу. Пошли все индексы в коррекцию. Индекс бакса тоже в корректосе. Но еще пока держит свой слом. Надеюсь, что здесь разворот произойдет. Кстати, о моих постоянных желаниях работать на ослабление американского доллара. В том числе и через индекс. Я вижу здесь площадочку. И мы можем к ней сходить, поломав вот эту всю лонговую тенденцию. Что касается больших кроссов. Еврокат пока не трогаем, пока не залетел за край диапазона. Еврофранк пока тоже не трогаем. Евроауди, те, кто набирал часть позиций, могут находиться уже в каком-то плюсе, друзья мои. Что еще? Выход на зеркале можно осуществлять. Можно чуть глубже. Поэтому скоро тейк профит по Евроауди. Так, ну и Сильверок. Сильверок подваливает. Впереди два слома. Можно поиграть в лонги в рамках вот этого лонгового канала с выходом на тридцаточку. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Итак, 13 комментариев. Поехали. Андрей, я встрял по Австралии, потерял денег. Вы аргументировали, что пара не пошла. Объясните, пожалуйста. Ну, были два слома. Мы пытались покупать. Один был стоп. Второй я пока удержал. Вот. Но если будет дальше обновлять лая, надо будет выходить. Я еще верю в Австралии, и я про него сегодня подробно рассказал. Доллар канадец все-таки должен отбиться от 1.344. Там наклонная линия сопротивления. Это не повод для того, чтобы инструмент до чего-то отбивался. Андрей, скажите, пожалуйста, полезно ли иметь VPS сервер, как это предлагает Instaforex? Друзья мои, все нужно для чего-то. Если у вас есть роботы, которые трудятся на 24 на 7 и без выключения компьютера, то это полезно. Если вы не пользуетесь такой софтиной, которая требует круглосуточного сервирования, скажем так, значит, он вам не нужен. Андрей, почему вы не упоминаете о грандиозной площадке доллар-франк на 87.80? Ну, давайте глянем. Доллар-франк. Так, доллар-франк 87.80, так, доллар-франк 87. 7, 9, 5. Давайте поставим. Что за площадка, где она? Так, давайте так забьем. Давайте забьем, да? 87.80, окей. Ну, да, ну, есть, да, будет бить ее, будьте внимательны. Будет треугольник, да, и вот этот пин-бар, и он на дневках видно прекрасно, да, этот пин-бар в тенденции захватчик, ждите удара по хаям. Насколько глубокий он будет, пока непонятно. Есть такой? Есть. Вот рубль по 98. По 98 он был два дня назад. Так, 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 так. Не забудьте глянуть акции Virgin Galactic. Неплохо смотрится для покупок. Да, давайте, давайте глянем. Я ее даже сегодня добавил. Virgin, Virgin, искал тикер на W, оказалось Space, да? Вот такой вот график Virgin Galactic, который немножко не растет, вот, который немножко не растет, и те, кто покупал по 7-8 долларов, сейчас не знают, что с ними делать по 3. С одной стороны, ценники неплохие, то есть, если взять какую-то среднюю цену, среднюю цену, где, которая многих тут устраивала, плюс-минус в районе, там, за пятюню, за пятюню, а сейчас троечок. Ну, фактически, даже если вы просто купите эти акции и поставите стоп за ноль, ну, а цена вырастет в зону средней цены, вы сделаете 100%. То есть, вы купили на миллион, выросло, вы закрыли почти там два, к примеру, как вариант. Но если вы прям спекулянт-спекулянт, а таких немало, вот, то можно купить еще дешевле, выставив лимитники ниже минимума 23-го года. Потому что инструмент снижается и по хаям, и по лаям, у него идет нисходящая тенденция. Соответственно, на новом проходике, вот, по 2,5, по 2,2, лучше еще и по 2 купить то, что может стоить легко 5. Вот это было бы прикольно, на самом деле, да, взять, как бы, 200, там, 100-200%. Компания-то неплохая, вот, но что-то не везет ей. Я фундамент, конечно, не копал, но по технике, грубо говоря, купить вблизи нулевой стоимости хорошую компанию, почему бы нет, прикольная идея. Ну, такая картина сейчас по многим компашкам, поэтому выбирай, не хочу. Так, где искать обзор в реальном времени? Быстрее всего, ну, в телеги кидают у нас, в телеграм, в чате, как в открытом, который находится в описании под каждым видео. Так, золото-разворот, возможно, да. Упоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса тайм-кодов, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта, которую я не читаю, есть открытие телеграм-чат, где я периодически бываю, вы можете со мной пообщаться, а также пообщаться еще с 500 мощнейшими трейдунишками, которые общаются и трейдят, предлагают свои торговые идеи, обмениваются всякими софтом, индикаторами и прочей кибернечистью. Есть открытый телеграмм, есть партнерская программа с ИнстаФорекс, если вы откроете счет по этой партнерской ссылке, вы попадете просто в трейдинговый рай, друзья мои. Вы можете вообще не платить свопы, никогда, ни по каким валютам, и торговать со спредами в три раза меньше тех, кто торгует с обычными условиями ИнстаФорекс. Подробности вы можете узнать либо в этом чате, либо написать мне на почту, либо написать личное сообщение. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все, понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Продолжение следует...